В этот раз ситуация выглядит следующим образом. Несмотря на то, что начало октября уже достаточно прохладно, тем не менее мне поступает сообщение о том, что все-таки растут грибы. А так как я заядлый грибник, решил проверить эту теорию и сходить за грибами. Но грибов я не нашел, решил сходить до избушки, дошел, все хорошо. И возвращаясь назад, я сейчас понимаю, что до дома дойти сегодня я не успею. На мне сегодня летняя одежда практически. Позади меня на камеру, не знаю будет, нет видно, немножко там метров 300 наверное заболоченное место, течет речушка, я ушел от нее подальше, потому что там журнал посещения на песчаном берегу этой реки в виде следов дикого зверя говорит о том, что там ночевать не надо. Вот я решил отойти немножко и там нашел уже хорошее местечко. И там сегодня проведу ночь. Так как в лесу сегодня ночевать я не планировал, осуществлялся обычный пеший поход, я имею сегодня некое снаряжение. Топорик, кое-какой перекус и пленку для навеса. Вот выбрал такое место. Упавшая здоровенная сосна, она мне и сэкономит немного топлива, то есть дров меньше заготавливать. Она будет гореть немного, она будет рефлектором отражать тепло и имеется вот тоже такая стоящая сосна, где собственно я и постараюсь повешать тент, сделать какую-нибудь лежанку, ну и собственно оборудовать сегодняшнее место для более-менее комфортной ночевки. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok С костром любой лагерь будет значительно теплее и уютнее. Но о кострах немножко позже поговорим. Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот получился некий такой навес у меня, не прошло и получаса. И хотел бы обратить внимание на метод крепления пленки, а то знаю что возникнут вопросы. Вот углы пленки, взял самую обычную палочку, можно использовать шишки и любой другой подручный материал, кусочек коры и так далее. Вот я его замотал, получился некий фиксатор вместо люверса. Вот этот фиксатор обмотал веревкой и веревку уже примотал к самой перекладине. Здесь у меня еще навешал вот такая у меня веревочка. С уже привязанным таким импровизированным колышком. Это потом покажу для чего. Так, с той стороны также на перекладине все. Взади у нас также такой фиксатор, тоже использовал палочку и здесь колышек вбил тоже из первого попавшегося сучка. Веревочки эти я привязал специально, чтобы пленку, которая осталась из-под навеса, потому что привязывал я ее к перекладине не с самого угла, а чуть-чуть ниже. Чуть-чуть подальше от угла, сантиметров 50. А эти веревочки я привязал сразу колышком для того, чтобы если пойдет дождь какой-нибудь косой, с ветром, я этот тент отсюда возьму. Колышки у меня вот уже привязаны. Я просто-напросто сделаю вот так и колышек уже воткну землю. Вот и получится вот такой двухскатный уже навес. То есть я уже буду там комфортно располагаться в случае дождя. И если он по касательной начнет капать, при ветре или еще как-то, то меня уже 100% никак не намочит и мои вещи останутся все сухие. Хочу обратить вашим внимание, что за время съемок этого видео ни одно живое дерево не пострадало. Все стволы, которые я использую, абсолютно мертвые и абсолютно сухие. Вот даже кора отходит от них. Практически гнилой ствол. Субтитры сделал DimaTorzok 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 любые бревна, которые вам будут необходимы. Все, рюкзачок я принес, сейчас маленько заготовлю дров и нужно приготовить поесть, потому что я с утра практически ничего не ел, только пил водичку. Воды осталось немного, но думаю хватит мне что-нибудь приготовить к ужину. Так и хотел бы про снаряжение. Прошу поверить уж на слово, думаю кто канал давно смотрит мой, вопросов не возникнет. Но кто недавно подписался или первый раз смотрит, прошу поверить уже на слово. И снаряжение, как я говорил, у меня теплых вещей никаких нету, каких-то там палаток, спальников, ковриков и всего прочего. Ну собственно там и доставать особо нечего. У меня излишнего, вот если честно, излишнего. Это вот только съемочное оборудование и фонарики я взял с батарейками. Съемочное оборудование исключительно ради вас, чтобы вы смотрели и дальше мои видео. Поэтому я не ленюсь, стараюсь брать, когда это возможно. Так, в рюкзаке у меня еще два газовых баллона. Почему два? Потому что один уже почти кончился, поэтому пришлось взять новый на всякий случай. Два фонарика вот таких, но они легкие. И там картошка, лук, шапка. А, из теплых вещей вот, у меня только вот шапка моя. Думаю, кто знает ее, тот знает. Вот, ну и тут всякая мелочь. Батарейки для фонариков, аккумуляторы для камеры и все. Собственно, вот больше ничего нет. Так, почему горелку я взял? Во-первых, повторюсь, что ночевать я не планировал. Планировал просто встать на какой-нибудь привал, то я и на избу собственно идти не планировал. Думал, встану где-нибудь возле какого-нибудь дерева, что-нибудь приготовлю и пойду дальше. Ну, нет. В общем, у меня котелок, он не костровой. То есть он вот видите чистый совершенно. Он у меня используется исключительно под горелку. Вот, поэтому я такую горелку взял. Горелка с ветрозащитой. Такая, ну, собственно, потом посмотрите. Вот, и в котелке что-нибудь приготовлю. В котелке у меня постоянно что-то есть, чтобы место не занимать. У меня тут пензе, гречка, рис, пару пакетиков, сахар для чая и Иван-чай. Иван-чай перекрученный в мясорубке, ну, гранулированный, скажем так. Кстати, можете на канале посмотреть заготовку Иван-чая от и до. Я там показывал все подробно. Ну, и в котелке у меня вот консервы. Ложка консервы, тушенка и я там первое, что в холодильнике на глаза попалось, перловую кашу с говядиной взял на всякий случай. Вот такие дела. Все, собственно, больше ничего нет. Сейчас в котелке картошку как-нибудь затушу с тушеночкой, перекушу, ну, и все. И, собственно, уже будет темно, скорее всего. Когочка подала? Чего? Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Баллон пришлось сменить. Я говорил, что первый баллон там совсем немножко осталось, газа пришлось поменять. Так, поставил кипятить картошечку, варить, тушить, кто как называет. Так, и жареный лук с тушенкой. Вот этот, чтобы он, во-первых, не охлаждался, не замерзал. И, во-вторых, чтобы быстрее вскипело, я крышку эту просто-напросто поставлю на котелок. Там специальные пазы. Она совершенно спокойно таким образом стоит. То есть и вода, получается, быстрее закипит, и моя поджарка не замерзнет, не затвердеет жир. Я уже картошечку попробовал, она хорошо так поварилась. Вот, и все это, всю нашу поджарку сейчас прямо сюда и вывалю. Потом жидкость эту, скорее всего, придется слить. Я просто хочу, чтобы все там прям пропиталось жиром, тушенкой, луком. О, как раз полный котелок. Почему полный? Это не значит, что я полный котелок съем. Это просто, чтобы не готовить два раза. Сделал две порции, чтобы сейчас поужинать. Вот, и утром, чтобы позавтракать и двинуться в путь. Все отлично получилось. Жир, жидкость выливать все-таки я не стал. Поем, как супец такой. Еще осталась у меня половина лука. Лук был большой. Вот, не стал я его весь изрезать. Поем свежий, вприкуску. Сейчас пускай еще маленько стоит. Немножко подостынет. А я займусь костром. Ну, точнее, костром-то я уже занялся давно. Просто хотел кое-что поведать. Так, тут как бы темно. Сейчас я фонарик выключу. Это я просто для картинки. Картинка просто прикольная была. Я решил так это оставить. Вот. А тут на самом деле вот. Ну, поняли, да? Что я, ну, как бы не днем там снимаю, как многие там думают. Вот так. Ну, я, наверное, подходить не буду к костру. Так, объясню. Я использую всегда, без всяких заморочек и прочей фигни, обычный... Так, где там? Вот, видно. Обычный таежный костер. То есть, это когда не какая-нибудь надья или нодья, как называют, собирается. Не таежный какой-то из трех, там, как-то они там делают из двух, друг на друга ставят. Нет. Просто-напросто берутся бревна, желательно диаметром, ну, сантиметров от 20 в диаметре ствола. Вот. И просто ложатся таким в виде пирамидки, да? Ну, собственно, как таежный костер из трех бревен. Вот. Только там может быть 5, 6, там, 7. Вот. Если удалось распалить такой костер из пяти бревен, ну, то есть, сначала он, конечно, из двух можно распалить, чтобы полегче было. Потом накладывать, накладывать побольше бревен. Вот. Если удалось распалить такой костер из пяти бревен, все, можете считать, что он у вас не погазен. Даже в сильный, в такой дождь, потому что там и снизу угли прикрыты, соответственно, верхними бревнами. Вот. Ну, и жар там такой хороший. А когда делается костер вот наподобие, как я сегодня сделал, напротив бревна, он еще заменяет некий такой, ну, наподобие рефлектора он работает. Отражает тепло. Некоторые экран делают. Ну, я экран делаю в экстренных прям случаях. Ну, и тут давно не делал. Вот. И вот использую такой метод. Не делаю никаких там какие-то навесные костры. И вот я сейчас даже в заболоченной, в такой местности нахожусь, хоть и я выбрал такой островок по суше, но, тем не менее, тут, ну, такое сыроватое все. Тем не менее, я не делаю там какие-то помосты, костер-звездочка, еще там какие-то навесные. Я их, если честно, вот в чем я не разбираюсь из лесной тематики. Единственное. Вы не поверите. Это, наверное, в кострах. Потому что, ну, я по вот этой фигне, я никогда не заморачиваюсь. Вот. Использую обычный таежный костер из нескольких бревен. Все. Это, я считаю, самый лучший и давно проверенный, самый жаркий костер. Миш! Есть хочешь? Так, посмотрим, что у нас тут вышло. Вот, я даже не боюсь котелок полной едой в голодном состоянии ставить на эту лежанку. Потому что я, ну, знаю, что она никуда не разъедется. Класс! Класс! Кайф! Как сказал бы Игорь Лесник, вылазя из сугроба. Так. Горяченький еще. Как бы, надеюсь, на лучшее, готовься к худшему. Вот такой сценарий у меня сегодня произошел. Вот так, вот такая экстренная ночевка, друзья. Все, я вот начинаю есть. Пар изо рта. Сегодня обещали, кстати, по прогнозу. Плюс один. Вот. Здесь, возможно, будет... Да нет, наверное, нуля-то не будет. Ну, потом посмотрим. Вот у меня в бутылке там капли остались кое-какие. Вот. Посмотрю, замерзнут или нет. Так. Ну, ладно, пробуем. Ну, что тут говорить? Я знаю, что сейчас миллион комментариев будет по поводу того, что надо было в костре все это делать. Согласен, на сто процентов. Я даже комментарии эти удалять не буду. Поэтому можете писать. Ну, жалко. Котелок, он у меня уже, я не знаю, сколько лет. Очень давно. Поэтому я уберегу, как, ну, не знаю, как память уже. Использую на горелке. А на костер у меня специальная посуда есть. Поэтому я не заморачиваюсь. Кто там? Миша! Ох! А ну, шел отсюда, я тебе говорю. Ты давай, либо иди сюда, блин, к кастрю, блин. Погреешь. Да, блин. Явно тяжелое что-то ходит. Так, тут на дерево залезешь. Так, ну, ладно, у меня... Фух, руки что-то затрясли. Давай, давай, вали. Так, у меня костер горит, все нормально, как бы подойти не должен. Там бревно уже, ну, уже схватилось, норм как бы. Все, фух. Ну, вроде, усуршало что-то, что-то такое прикольно. Ну, может, я не знаю, коза какая-ли... Небольшой, может быть, олень. Ну, не больше. На медведя не похоже. Фух, фух. Так, ладно, попробую еще поспать. Я тут маленько поспал, все нормально. Вот, из-за шума, из-за этого проснулся. Вон, бревно норм. Горит там снизу, сбоку он горит. Нормально. Не особо холодно, я вот вставал, ну, грелся уже. А ну-каш! На камеру не... Ну, видно маленько, вон я фонариком, который на башке свечу. Ну, фиг знает, я, короче, зрачки, ну, мне показалось, или я видел зрачки. Вот, поэтому я и ссыкнул маленько. Ладно, все. Фух, ну, нормально, взбодрился. Вот, я, кстати, я не знаю, будет видно, не будет, сейчас я вам покажу. Так, сейчас. Вот, я даже не одевался, ничего, вот та же самая одежда. Все так же. Единственное, сейчас я шапку одену, потому что нужно скачать что-то. Поспал, проснулся, немного схватил дубака. Ну, нормально, не как в сугробе, конечно. Ну, погрелся уже около костра. Бревно, не знаю, чуда. На камеру кажется, что прогорело сильно, но на самом деле там, ну, совсем немного прогорело. Фу, я вообще бревно одно подкину. Ну, сколько? Часа полтора, наверное, прошло. Вот, вот и полежка вот эта. Где? Вот она. Вот такая приблизительно полежка. Ну, может быть, сантиметров 90-80 оно. Вот, прогорает час-полтора. Так что, ну, так, у меня тут фонарик. Фонарик горел, не стал его выключать. Пускай горит. Палочка наша пока не пригодилась. Все хорошо, дождя нет. Небо черное, как негр. Не видно нифига. О, даже звездочку он видно. И не одну. О, и не две. Ну, это яркость мне. Экран светит в глаза, я не вижу просто, что там происходит. Звезд много, значит, туч нет. Вон уже близится рассвет от города. Скорее всего, расположился я не очень-то и далеко, потому что вроде как то ли собаки выли, то ли волки. Ну, волки вряд ли, конечно, потому что у нас их тут... Ну, давно я не встречал один раз, только в жизни его видел. В местном лесу. Поэтому, скорее всего, собаки там где-то, может, бродячие, затаборились. Вот. Вон уже рассвет. Все хорошо. Штатив стоит. Ой, пламя какое. Бревно там догорело практически. Ну, сильно оно, как бы, шибко я его и не пытался разжечь. Как горело, так горело. Я вот больше старался накладывать вот сверху. Вот даже остались вот полежки. Скорее всего, на следующий раз. Следующую ночевку. Мне тут понравилось. Возможно, проведу даже здесь. Вот. Ладно, все, потихонечку. Сейчас буду собираться. Начал потихоньку собираться до дому. И, друзья, прошу меня, пожалуйста, простить, если сейчас остановится запись. Потому что заморгал последний аккумулятор и, возможно, не успею доснимать. Но, тем не менее, рюкзак более-менее подсобрал. Сейчас по мелочи, что тут дособрать? Топор валяется. Штатив с фотоаппаратом. Два фонарика, в том числе, которые на камере сейчас. Два баллона заберу, в том числе, и пустой, который мусор я никогда не оставляю. Всегда беру с собой. Так, лежанку я оставляю так. Тент я из пленки сейчас тоже быстренько сверну. Ну, костер я затушу. Ну, он уже маленько там прогорел достаточно. Вот, дров еще немножко осталось. Ну, пускай лежат. И в следующий раз, скорее всего, я приду в это же место. Потому что идти от города уже, ну, если идти не дальше до избы, то я приду сюда и переночую. Это будет уже очень скоро. Хочу уже давно очень снять такую некую лайф-ночевку. Как ночует Игорь Лесник, типа. Что-то в этом духе. Так, что там снимает еще? Ничего. Вот, я даже сейчас сниму. Одел только шапку. Вот, тот же тельник на мне. Под тельником, вот, ну, нифига нет. Под штанами, вот, тоже ничего не одевал. Ножик у меня на бедре. Вставал я приблизительно, приблизительно раз, наверное, в восемь. Вот, и последние два раза вставал, потому что, бррр, дубокас ловил нормального. Костер метрах в трех, но, тем не менее, даже такой костер, ну, далековато, в общем, лежаночка. Надо будет поближе ее как-то делать потом. Вот. Так все хорошо. Все нормально. И сейчас собираюсь, в общем, и иду домой. Надеюсь, запись еще идет. Большое спасибо, если вы, друзья, смотрели. Надеюсь, кому-то было полезно, интересно. Если интересно не было, то, значит, вы молодец. Много знаете. Спасибо еще раз за просмотр. И до свидания, друзья. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok